Асламбек, саламу алейкум. Вы как помощник депутата Госдумы Федеральной Сауфанной Российской Федерации, Садид Павел Маханова, вот насчет поездки впечатлений, Левашинский, пожалуйста. Александр Магомед, насчет поездки впечатлений, конечно, самые положительные. Много положительных эмоций, все равно как бывает, когда попадешь на родину в себе, откуда ты родом, все равно какие-то такие впечатления, ощущения бывают, да, видимо, это передается генетически, да. Я, конечно, самый лучший, тем более с тренером попал на свою родину, со своим тренером, с депутатом Государственной Думы, с Айфатом Дарвичевичем. Мои земляки, мои сельчане очень долго ждали, эта встреча должна была быть чуть раньше, они звонили, когда что ждем. Так что вы сами видели, сами были, Магомед, как нас встретили, тепло, хорошо и в самой райцентре в Левашах, в администрации глава встретил, заместитель Абдусалам встретил. Выслушал Дарвичевич жителей из разных сел, глав селения, выслушал депутатов и все письменно записал, какие проблемы, какие что будет содействовать. Сказал, все проблемы, конечно, решить это тяжело, все максимально, что может, я уверен, Дарвичевич сделает, написал. Основные там по свету, по воде, основные такие глобальные проблемы, я думаю, Дарвичевич решит и максимально в быстром темпе, да. Так что вот мы с Левашей в Левашах встретили, сделали собрание, совещание, поговорили, представили Дарвичевича, была приятная процедура, благодарственные письма от Дарвичевича были вручены работникам Левашинского района, депутатам. Потом были вручены эти ордена Шамиля, имама Шамиля были ордена вручены тоже таким образом. Знак отличия, да. Знак отличия, да. Ребятам, депутатам. Потом мы оттуда поехали в селение Хахита, где учился имам Шамиль. Были в мечети, где учился имам Шамиль и первый, у нас получается, первый имам Гадзимагомед. Они оба учились там, очень такое историческое место. Дарвичевич был там, совершили обеденную молитву. Дарвичевич, конечно, как всегда, мы знаем, что его знают как благородного, шедшего. И сделал внимание имаму мечети, чтобы на мечеть выделил средства. Поехали в Дом культуры. Была там культурная программа, встретили очень хорошо. Были вручены и там благодарственные письма, награды. Дарвичевич приехал, привез много инвентаря. Спортивного, да. Для ребят, чтобы занимались там и мечи, и разные там, и трико, и борцовки. И я смотрел, да, и скакалки. И все для детей, ну, очень обрадовались эти хахитинцы. И еще ручной сделки ковер тоже для мечет. Одним словом, все, я думаю, были рады. Не с Хахита. В Хахита очень была большая программа. Там и пообедали мы, сделали обед. Тепло встретили сельчане. Там много теплых слов было сказано в адресе Дарвичевича. Ну, почетным гражданином делали. Да, вручили. Они все захотели, увидели у себя в селе, в районе Дарвичевича. Потому что, ну, не каждого, да, хотят видеть у себя, там, может быть, политического, там, руководителя. Не каждого хотят видеть, да, есть у каждого какие-то. Да, Дарвичевича, я, как замечаю, на протяжении многих лет, он всегда рады видеть, его приветствовать, с ним посидеть, поговорить, просто пожать руку, как там сказал один из Аксакава, просто хотел увидеть, пожать руку. Ну, многие хотят с Дарвичевичем, потому что у него такой статус, он о себе в Дагестане заявил давно. И на протяжении долгих лет остается одним из видных политиков, деятелей, общественных, руководителей. Все, за все, что берется Дарвичевич, у него получается, он руководитель, да, не каждому дано руководить так, там, быть лидером, быть руководителем. Есть специалисты хорошие, есть кто-то, но Дарвичевич, он может руководить, да, это его. В любую, любую тяжелую, там, какое-то, там, министерство, будь регион, будь там, этот, город. В самое тяжелое время Дарвичевич все ставил на свои места, и он грамотный, мужественный, благородный, достойный руководитель, да. После такой яркой программы мы, этот, поехали в селение Хулицма, откуда я родом, а мой отец, дедушка, прадедушка. Поехали туда, Дарвичевич, я тогда, ну, он знал это все, как, проблемы тоже, я тоже ему озвучивал, и этот, всегда какие-то, если встречи у кого-то, у Дарвичевича бывали, как улицминцы встретятся там, и в России, и за ее пределами бывают земляки, да, и сразу тоже Дарвичич упомянул меня, что у меня есть ученик, мне звонил даже как-то, вот так, а так как я там не родился, не вырос, многих особо тоже не знаю, но связь есть с дальними родственниками, с депутатами, молодежь сейчас там очень, ребята, депутаты там есть, очень дружно ведут работу, и каждые нужды села все вместе сплоченно устраняют, решают какие-то проблемы, да. Чем можем, мы тоже подключаемся, там, к Саламу Гадисову, в нашем селе по спорту основном, там, или какие-то все равно есть, другие тоже у нас связи, там, чем можем, тоже подключаемся, помогаем. Дарвичевич приехал туда, все мы, конечно, они тоже рады были, они ждали его, там вручили тоже подарок такой, вручили один из таких, да, в нашей религии, то, что это Коран, Дарвичевич было очень приятно, и Дарвичевич, конечно же, тоже не остался в стороне, знал, что проблемы у нас в спортзале, и привез два полноценных борцовских ковра, и это было очень приятно, они просили, как раз в письме указывали, что у нас нехватка ковра, и Дарвичевич вот такой вопрос решил со спортзалом, сейчас, когда постелят все, мы сделаем видео, я отправил Дарвичевичу, чтобы он видел, как постелены ковры, как занимаются ребята. Магомед, салам алейкум. Алейкум, салам. Депутат Госдумы Федерального собрания Российской Федерации, Сергей Павел Маханов, уже два раза посетил Дагестанский государственный педагогический университет. По поводу этого вы что можете сказать? Да, да, действительно, вот на днях буквально, можно сказать, было очень хорошее событие в нашем Дагестанском государственном педагогическом университете, где я сам тоже работаю уже много лет. Очень было отрадно увидеть такую прекрасную делегацию во главе с депутатом Государственной думы, Сайгин Пашидару, Шичурмуханов. Очень серьезный состав, это и первый олимпийский чемпион на северном полкозе Даголава Гулбеку, и Магомед Гусейнов, и Гаджир Рашидов, ну и, конечно, наши олимпийские чемпионы, наши прославленные спортсмены. Что я хочу сказать? Вообще, вот, как мне кажется, вот такие встречи, они очень важны, очень полезны для молодежи. Почему? Потому что они мотивируют нашу молодежь. Такие люди, как Сайгин Пашидар, он имеет очень большой жизненный опыт, политический опыт. И таких людей всегда интересно слушать. Есть, конечно, много чего у них перенять. И, опять-таки, повторюсь, для молодежи, для их будущего, это, конечно, очень полезно. Это дает им мотивацию, это дает им рост. Естественно, вот, много было вопросов, были очень внятные, хорошие ответы. И лично мне это самому тоже очень понравилось. Почему? Потому что там было много такого спортивного характера вопросов тоже. Ну и, естественно, связанные с жизнью, с нашим обществом, с нашим государством. Поэтому считаю, что встреча была очень полезная. Также, конечно, хочу отметить, что Сайгин Пашидар Дальбович очень хороший вклад внес в развитие университета. Дал от себя лично хорошую, большую сумму денег, конечно, это не может не радовать. Потому что он сам прекрасно знает, что это финансирование, она идет на образование, на науку, на развитие студенчества, на развитие молодежи. И, естественно, это, во-первых, богоугодное дело, конечно, и, соответственно, история факультета, история вуза, естественно, будет об этом всегда помнить. Поэтому встреча была очень хорошая, мне лично понравилась. Больше, чем уверен, что вот нашей молодежи, студентам, тоже она запомнится на всю оставшуюся жизнь. В конце он вручил тоже 225-летие, мама Шамиля, вот знаки, особо отличившим студентам. Вот такое дело. Это вот вы правильно отметили, действительно, это очень важно, очень нужно, когда человек, допустим, проявляет себя, будь то образование, наука, в спорте, в общественной жизни, в вузах, в факультете. Вот я сам тоже стараюсь к этой практике обращаться. Вот у нас на факультете тоже есть ребята, которые занимаются спортом, показывают хорошие результаты. Естественно, есть высокие достижения в учебе и в науке, это приоритетное, конечно. Бывают ребята, которые проявили себя в общественной жизни в факультете и в вузах целом. Мы тоже их стараемся поощрять. И то, что Сагид Пашадарбичу вручил им благодарственные письма, значки нашему легендарному имаму Шамиля, вот мне самому даже не скрою, мне писали на WhatsApp сообщение, очень благодарили. И от нашего факультета было тоже два студента, которых он наградил. Ну, это действительно память, это память, это приятно, это еще раз повторюсь, это мотивирует, конечно же. Удачи, удачи вам. Спасибо вам большое.